А там написано, к нему в палату вошли жена, сын и дочь. А в каком состоянии он лежит, не написано. Не написано. Я говорю, Джеймс, ну мне надо как-то что-то играть. Я при смерти, у меня трубка или не трубка. Конец второй серии. Надо крючок какой-то, надо интригу какую-то. Серебряков снимается на BBC, играет русского олигарха. А как представляет себе русского олигарха режиссеры из BBC? BBC, вот это да. Он говорит, ну придумай себе что-нибудь. А мы-то думали, а мы-то думали. Он говорит, ну придумай себе что-нибудь. Он не нашел в сценарии, какие увечья получил его персонаж. Посмотрел, BBC, кстати. И говорит, ну придумай себе что-нибудь. У меня такой вопрос. Приезжают западные документалисты снимать кино про Россию. И иногда делают это очень хорошо. Но всегда есть у зрителя и у критиков такая точка зрения, что есть темы, которые вообще западный человек не имеет права делать о России. Вот, например, польская картина о сумасшедшем доме в Сибири. Хороший фильм. Нет, он не должен был делать фильм. О нашем сумасшедшем доме. Это наш сумасшедший дом. Прочь руки. Ну вот смотри, Морган Прим выступил с речью, да? Да, выступил. Представьте такой киносценарий. Бывший агент КГБ, разозленный тем, что его родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим, а затем обращает внимание на своего заклятого врага, Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ, он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает. И этот шпион Владимир Путин. И это не сценарий фильма. Человек, чьи картины мне нравятся, я имею в виду Юру Быкова, да? Юра Быков в Фейсбуке написал, что мы сколько угодно, ну как пушник, да, мы сколько угодно можем про себя говорить все, что угодно, но позволять как бы иностранцам говорить про нас, это неправильно, потому что занимайтесь своими проблемами. У вас же есть свои проблемы, а они действительно есть. Не могу отмолчаться. Я, как любой нормальный художник, оппонент власти, и, надеюсь, доказал это, но совершенно очевидно, что нужно жестоко отвечать на любые подобные нападки на собственное государство. Да, мы как общество еще не совершенны, мы отстаем по многим параметрам, но покорное принятие любой порки сделает из нас окончательных терпил. А терпилы не могут развиваться, потому что у них нет воли. Да, мы не настолько умные и богатые, как американцы, но умы богатства, критерии недостоинства, предприимчивости, или хитрости, или цинизма. С убогими в Пронске чаще чувствую себя человеком, чем с успешными в Нью-Йорке. А если мы с тобой уехали? Вот я уехал, я могу продолжать говорить о русских проблемах? Или если я сейчас живу в Латвии, то я уже как бы вот здесь что? Ты понимаешь, я думаю, что разговаривать можно о любых проблемах. Степень... Имеет значение только степень погружения в этих проблемах. Потому что если ты приходишь на передачу, пусть говорят, и с легкостью разбираешь чужую жизнь, совершенно в нее не заглядывая, мотивируя это только тем, что тебе нужно показаться на телеэкране, то это, конечно, неправильно. Но если ты погружаешься в тему, если ты серьезно в ней... А судьи кто? А кто будет судить? Только ты. Так меня же не спрашивают, и тебя не спрашивают. Есть как бы общая такая... Виталий, дорогой мой, судья являешься только ты, больше никто. Ну и люди, которых ты любишь. Почему? И мнение которых для тебя важно. Больше никаких судей нет. Потому что мир и всему человек. Именно греки говорили. Как ты можешь оценить? Как ты можешь вообще что-либо оценить? То есть как можно довериться чужой оценке? Это же все очень субъективно. Но ты знаешь, что если ты залез туда... Давай, давай в связи. Залез в эту проблему по самое не горюй, да, и спишь, и кровью харкаешь, и хрипишь, и стонешь от боли, которую ты испытываешь, и ее выражаешь с помощью художественных образов, значит, ты говоришь себе, я имею право на это. Ну, послушай, Андрей вообще живет в России, в отличие от нас с тобой, и делает Левиафан о том, что у него болит. И его обвиняют почти в том, ну, как бы... В гусофобии, в ненависти ко всему русскому. Ну, обвиняют, ну что, ну мало ли идиотов, слушайте. Так нет, они обвиняют любого, особенно того, который со стороны смотрит. Хорошо, давай. Сколько дублей длился, Костя? Сколько дублей длился, Костя? Я уже сократил. 2.03. 2.03. 2.03. Начинались минуты. Не надо. Вот этого не надо. Может, так еще и Елена. Вот это было здесь. Причем так было хорошо. И по полной программе. Слушай, ну, есть вещи, которые я, к сожалению, не могу... Ну, я понимаю вас. Ну, то есть открывание бутылки... Нет, открывание бутылки ты делаешь. Наливание. Хорошо, давай, все ужму. Ладно, все, давай, все ужму. Ладно, все ужму, хорошо. Что, мужики, помощь нужна? Власть, Коля, надо знать в лицо. И чего тебе надо, власть? Вот это все. Забирай. Поместиться в катафалк твой. Коль, проснулся. Что еще? Вот вы все насекомые. Никак не хотите по-хорошему, да? Вот поэтому тонете в говне. Калюня, ты вообще чемоданы-то пахуешь? Уважаемый, это вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. И вы не представитель уполномоченных органов. Ордер есть. Ты кто такой? Селезнев, Дмитрий Михайлович. Московская коллегия адвокатов. Колю защищаю в суде против вашей конторы. А, ну да, и что ты там в яконе какой-то слышал, да. А ты чего у нас, Коля, уже? За себя уже не отвечаешь больше? Не введись, брат, не введись, Коля, не введись. Я тебе, сука, сейчас отвечу. Ой-ой, только не продолжай. Я уже обосрался. Очень страшно. Уважаемый. Ладно, ладно. Я, может, с тобой вообще мировую хотел выпить. Кстати, где? Дай мне этого. Хочешь? Нет? Не хочешь? Я этому вообще ничего предлагать не буду. Я не люблю вот эти вот... Я, короче, я тебе на будущее хотел кое-что сказать. Лик, вызывай полицию, полицию. Вызывай, Лиля! Вызывай, вызывай, вызывай! Полицию! Давай! Ли! Мальчик, а тебя как зовут? Послушайте, Вадим Сергеевич, ну зачем вы это делаете? Ну вы прекрасно. Не настолько пьяны, что не понимаете, что происходит. Замолкни, крыса адвокатская. Ты, слушай, сюда. Пошел ты. Меня запомни. Не виделись, братуха. Козел, блядь. У тебя никогда никаких прав не было. Нет и не будет. Есть же христиане, которые кричат, я любому глотку выгрузу, кто скажет, что Бога нет. Да, и мусульмане есть такие. И мусульмане есть такие. И иудеи есть такие. Понимаешь? Недавно. Так что, 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 ну что, ну вот есть такие люди. Нет, нет, нет. Нет, ну понимаешь, когда я читаю в комментариях, что не возвращайся на родину, вырежем тебя и всю семью. Ну что? Тебе? Да. Тебе в комментариях или на личную почту? Нет, в комментариях, слава богу, не на личную почту. Ну что, ну есть больные, ну есть люди, ну что, ну есть больные. А сколько их процентов? Трудно сказать. Трудно сказать. Потому что они очень любят писать. Ну, Виталий, ну согласись, что, согласись, что последняя, вся последняя конструкция, которая продолжается до сих пор, там 20 лет, да, это бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это телевидение прежде всего, которое нажми на кнопку «Получишь результат», скажи букву «А» и получишь миллион, да? Значит, это самодеятельность бесконечная, не надо тренироваться, ты звезда, выйди на лед, и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. И эта пропаганда у нас на телевидении всего две или три, что ли, три нормальных умных передачи. Что, где, когда, своя игра и умники и умницы, да? Да. Вот и все. Ой. Ну, а что ж ты хочешь? Давайте я тогда о чем-нибудь... И качество человеческого материала чрезвычайно низкое. Ну, чрезвычайно низкое. Потому что все было направлено на это. И это политика, потому что, собственно говоря, политика заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят. Поэтому у нас много там армии, да? У нас страна с самым большим количеством силовых структур на душу населения, да? Потому что это люди, которые за себя не отвечают, они отвечают, они соответствуют приказу. Так легче жить. Тебе приказали, ты выполнил. Все. Ты не берешь ответственность за свою жизнь. И это самая главная проблема. А вообще говоря, легче жить, как показывает фильм «Икона» в сумасшедшем доме. Hello, my name is Wojciech Kaspersky, and I'm director of the movie «Икона». Thank you for gathering and thank you for interest in the movie. I hope you like it and have a nice screening. Где находится душа или сердце, или в мозгу, или еще в каком-то месте? Пописать, что творится в душе этого больного, если душа есть, да? Практически невозможно. С ножом накидывалась? На кого? На воспитатель. На воспитатель она накидывалась с ножом. А толку что? Теперь я в этих стенах буду вожезненно. Пока самоубийство, у меня жизнь не покончит. Кому такие? Фим! Фим! Господи, от рода мой, лежит дому славные люди стражда. Смотрите, что куркиran находятся. А терния, уехит тазан. В частном mélange, мы expensive вот так вот. Кон Reagan будет законч visible для того какvestа. Это на вечерку в начале. Н черный аром? Пой-паратный? Ух! Пой-паратный? Продолжение следует...